Делегация представителей Департамента строительства, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общероссийского народного фронта посетила один из жилых домов, в котором в настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту. В ходе встречи с жильцами дома были озвучены вопросы, которые вызывают особое беспокойство у квартиросъемщиков. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ирина Кучерова живет в одном из трехэтажных домов, расположенных на улице авиаторов, уже более двух лет. Вспоминает, в первую зиму на морозы особо не жаловались. В квартире было относительно тепло. Во второй год начали промерзать стены со стороны двора. Сквозняки были у плинтуса и окон, промерзали полы, а стены покрывали синием. Чтобы окончательно не замерзнуть предстоящей зимой, Ирина с супругом решили утеплить квартиру собственными силами. Где трудно было, допустим, застелить это, упихать стекловату, там ничего нет. Там пусто, голо. То есть, получается, вот эти декоративные панели, я не знаю, они не особой толщины, за ними идет кусками эта стекловата и больше ничего. Вытащили эту стекловату в два слоя пеноплента, потом, значит, стекловату, утеплитель, пароизолятор. Все это зашиваться будет фанерой или там, ну мы мебель старую разобрали, да. А потом сверху только гипсокартон. Я думаю, что все это надо было сделать вовремя, когда строились дома и хорошо надо было контролировать. Тогда бы люди не попали бы в такую ситуацию. Ситуация действительно печальная, но, как оказалось, не безнадежная. В настоящее время рабочие производят обследование дома и по мере необходимости устраняют нарушения. Производится вскрытие фасада с наружной стороны для определения места попадания холодного воздуха в само помещение. При выявлении они сразу устраняются и обратно восстанавливается весь фасад. То есть вот эти нарушения, они как, путем визуального осмотра или какие-то прикурные? В данном именно только пока визуальные. Как отметил представитель застройщика Олег Резниченко, недостаточное утепление стен в домах – не единственная причина того, что в новых квартирах мерзнут люди. Ресурсоснабжающая организация не обеспечивает достаточную температуру воды в системе отопления. Это зимой просто обращались с квартирующей организацией, были жалобы от жильцов. Мы приходили, замеряли теплоноситель. Во-первых, теплоноситель грязный. Такое ощущение, что это не вода, а муляка. То есть, соответственно, забивается батарея, батареи до половины холодные. Даже есть замеры, что внизу батарея 30 градусов, вверху батарея 40. То есть это о чем говорить? Нету циркуляции. Соответственно, даже если теплоноситель будет 90, он не отдаст тут тепло. То есть неправильно работают наши городские ПКТС. Так как, тем более, эти дома не последние, дальше не идут. То есть не промываются. То есть грязный теплоноситель. Это 45-50% всей причины, почему холодно. Все работы по обследованию фасада дома и устранению нарушений выполняются за счет средств застройщика, поскольку дома еще находятся на гарантийном обслуживании. Планируется, что к началу сентября работы будут завершены. До 19 числа дом будет обследован. После получения результата обследования будет приниматься уже решение. То есть либо претензии подрядчику, либо будут включаться в капитальный ремонт, либо еще какие-то мероприятия. То есть все, что покажет результат обследования. Но параллельно с версием ведется работа о том, чтобы они часть утепляли. То есть там, где уже понятно, что люди жалуются, то есть есть дефекты какие-то, то они это выполняют. Напомню, что утеплить трехэтажные дома на авиаторов управляющая компания обещала еще два года назад. Правда, тогда рабочие просто заполнили щели строений герметиком. После встречи с представителями профильного окружного департамента, фонда содействия реформированию ЖКХ и застройщика, у жильцов появилась новая надежда. Надежда на то, что эту зиму они встретят в теплых квартирах. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.